В среду канадский доллар вырос против своего американского конкурента на фоне решения Банка Канады по процентной ставке. До этого американская валюта оказывала значительное давление на валюту сырьевого блока. Однако некогда сильный американец и сам претерпевал вчера не лучшие времена. Усугубили ситуацию и вышедшие макроэкономические данные из США, которые оказались хуже прогнозов экономистов, не считая показателей числа выданных разрешений на строительство. Правда, и здесь индикатор продемонстрировал сокращение, однако привнес некую радостную нотку, так как не совпал с прогнозами рынка. В среду после принятого решения Банком Канады и вышедшей американской макроэкономической статистики пара американский доллар канадский покинула уровень 1.4527 и торговалась на отметке 1.4458. Сегодня доллар США немного окреп и восстанавливает свои некогда утраченные позиции. Пара торгуется на отметке 1.4512. Причиной падения американца послужил ряд причин. Помимо слабых американских стат данных, пристальное внимание инвесторов было обращено на рынок нефти, который также преподносит сюрпризы до сих пор. А в паре с канадским долларом на падение котировки оказал влияние Банк Канады, который принял решение сохранить процентную ставку на прежнем уровне. Канадский регулятор сохранил процентную ставку на уровне 0,50% в соответствии с прогнозами рынка, хотя некоторые аналитики считали, что монетарная политика все-таки изменится с сокращением на 25 базисных пунктов до 0,25% по причине возобновившегося спада на нефть. Стоит напомнить, что в 2015 году понижение процентной ставки Канады происходило дважды в целях урегулировать влияние дешевеющего черного золота на экономику страны кленового листа. Банк отметил, что экономическая среда страны остается неопределенной. Цены на нефть продолжают падать, оказывая значительную угрозу для экономики Канады. Регулятор сократил прогноз роста ВВП на 2016 год до 1,4% с предыдущих 2%. Также банк перенес сроки возврата экономики своей страны в умеренный рост на конец 2017 года. Завтра Канада опять опубликует свою макроэкономическую статистику. Прогнозы рынка указывают на медленный экономический рост. Но загадывать наперед не стоит, а лучше удостовериться фактами, которые предоставляет для вас канал ИнстаФорекс ТВ. До встречи!